Конечно, сегодня все наши чувства и эмоции обращены к ним, погибшим в страшном пожаре в Кемерово. Установка колоколов на звоннице Кирилла Афанасьевского монастыря началась за упокойной литии. Первый колокольный звон за столетие на этой святыне Ярославской земли навсегда будет связан с трагедией наших дней. И сегодня мы, поднимая колокола на эту колокольню, также мы сопроводим вот тех трагических пожар и погибших, которые сейчас на небе, мы сопроводим по традиции древней русской колокольным звоном. Такого звона здесь не слышали с середины 30-х годов прошлого века. Тогда колокольня монастыря была просто разрушена, а сам храм закрыли. А сегодня только недавно отлитые 11 колоколов начали поднимать на звонницу. Работа непростая. Самый тяжелый колокол почти 100 пудов веса, а самый маленький всего 8 килограммов. Вместе вся эта компания создаст неповторимое для слуха звучание. Этот звукоряд хорош тем, что у него есть большой благовестник, тонна 700, это хороший колокол. И тем, что это полный звукоряд, там уже нет такого промежутка, куда еще можно вставить колокола. Создавали колокола у нас в Ярославской области на Тутаевском колокола литейном заводе исключительно по древним традициям. Рецепт создания идеального звучания и формы искали почти 6 лет. Долго искали в архивах, долго по моноцарям ходил, что-то передавали. Вот брали такую-то глину, размешивали сосновыми палками или березовыми палками. Преображение, а точнее возвращение к прежнему историческому облику. Процесс длительный, но уже стабильный. В прошлом году отреставрировали фасад, укрепили фундамент, подняли купола, а теперь Кирилло-Афанасьевский монастырь обрел еще и голос. Такая активная реконструкция во многом благодаря поддержке губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова. Фактически весь облик мы сохранили, исторический облик. Да, да, да. Вот и Говоротово остановились, можно выйти посмотреть, они уже стоят. Сохранили не только исторический, но и духовный облик этого места в самом сердце Ярославля. Колокольные переливы горожане и гости столицы Золотого кольца услышат уже на Пасху. Любовь Цветкова, Денис Лосев. День в событиях.